Здравствуйте! Сегодня расскажу о трех основных техниках тейпирования, а также объясню, чем они отличаются между собой. Итак, первый метод называется метод спортивного тейпирования, цель которого ограничить или помочь движению. Используется сжимающая сила на кожу, на мышцы, на суставы. Также используется предварительный тейп и адгезивный спрей. К сожалению, данная методика имеет ограниченное время по ношению такого тейпа, и такая методика не подходит для реабилитации. Второй метод тейпирования – это метод тейпирования по МакКоннелл-Моллиган. Цель данного метода тейпирования – это стянуть сустав и ограничить его движение. Используется комбинация из двух тейпов, один из которых – это жесткий тейп, под ним располагается хлопчатый тейп. Используется такая методика в ортопедии, и, к сожалению, такая методика тоже имеет ограниченное время по ношению. Третьей методикой называется кинезиотейпинг – наиболее новая методика. В чем преимущество этой методики? В том, что обеспечивает нормальный объем движений, эффективность данной методики зависит от способов наложения, они бывают очень разными в зависимости от патологии опорно-двигательного сустава. Носить можно подобные тейпы от трех до пяти дней, не используется латекс. И также преимущество данной методики в том, что подобные методы тейпирования мы можем использовать как на острой стадии патологии, так же на этапах реабилитации при патологии опорно-двигательного аппарата. Если это видео было для вас полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока!